Сороки Еще со школьных экскурсий сороки хорошо известны благодаря Сорокской крепости. Но помимо этого сороки являются крупным цыганским городом, который часто называют цыганской столицей Молдовы. Цыгане компактно проживают в одном из районов хаумистого города. Это место называют Цыганской горой. Здесь можно увидеть копию Московского Большого театра и Американского Капитолия, золотой купол Исаакиевского собора, замки и дома в итальянском стиле. Некоторые дома похожи на дворцы, другие на индийские храмы. Однако почти все стоят недостроенные, так как жить уже можно, а налоги платить не надо. Самая старинная достопримечательность города – это крепость эпохи Средневековья, построенная во времена правления в Тефано-Челмаре. Я уверен, что в школьные годы каждый из вас бывал в Сорокской крепости на экскурсии с классом. В 2015 году крепость была открыта заново после реконструкции, и это отличный повод посетить ее заново. В ходе реконструкции архитекторы постарались вернуть крепости первоначальный средневековый облик. Были укреплены и очищены стены, реставрированы галереи и построены крыши для башен, которые ранее отсутствовали. Также была благоустроена территория, прилегающая к крепости. Цена входного билета для взрослого после реконструкции составляет 15 лев. К слову про деньги, Сорокская крепость изображена на задней стороне купюры достоинством 20 леев. Великий Господарь построил крепость на берегу Днестра для защиты Молдовы от набегов крымских татар и Османской империи. Крепость была построена в конце 15 века, и изначально она была деревянной. Крепость имеет округлую форму, а диаметр внутреннего двора составляет 30 метров. При создании крепости мастера положили в основу закон золотого сечения, поэтому это сооружение уникально среди памятников архитектуры Европы. Массивные стены высотой 21 метр и шириной 3 метра, соединенные пятью башнями, служили надежной защитой от вражеских набегов. Сорокская крепость являлась самой восточной оборонительной точкой Молдовы на протяжении всей ее истории. Здесь у подножья крепости происходили кровополитные сражения. С одним из таких сражений связана одна очень интересная легенда. Во времена Штефа на Чалмаре многочисленная армия турок и татар осаждала Сорокскую крепость в течение нескольких месяцев. Защитники крепости, лишенные пищей и воды, день за днем теряли силу и надежду. Неожиданно над крепостью появилась стая аистов, несущих в клювах грозди винограда, которые они бросали внутрь крепости. Виноградные ягоды придали сил и подняли моральный дух солдат, позволив им выстреть осаду. С тех пор аист считается символом единства, а Молдаване каждый год встречают и провожают их, старательно сохраняя гнезда этих птиц вблизи своих домов. Мы закончили съемки Сорокской крепости на часах полтретьего и это значит, что время обедать. К сожалению, Эндис пицца в Сороках закрыта и никогда уже больше не откроется, но здесь появилось новое место. В Бельцах тоже есть такое заведение, которое называется Сават и мы отправляемся именно туда. В Савате мы заказали пиццу, быстро перекусили и отправились к следующей достопримечательности, которая расположена в 800 метрах от города. Раньше Сороки у всех ассоциировались с Харокской крепостью, но начиная с 2004 года в Сороках появилось новое сооружение, которое называется Свеча Благодарения. Этот комплекс был построен по инициативе Ионы Друце и ходят слухи, что деньги на данный комплекс собирали всей страной. Для того, чтобы взобраться на высокий холм и насладиться живописной панорамой, необходимо преодолеть 600 ступенек. Вдоль ступенек расположены вавочки и беседка, которой можно сделать небольшой привал. Подниматься на Свечу Благодарения в обед, в жару, особенно летом, это не лучшая идея, друзья. Если вы хотите увидеть по-настоящему красоту Бессарабской культуры, то вы просто обязаны подняться на смотровую площадку Свечи Благодарения. Здесь открывается шикарный вид на город и также уникальная особенность этого места заключается в том, что прямо через Нестор уже находится территория Украины. Памятник представляет собой колокольню в форме свечи длиной около 30 метров. Внутри свечи находится небольшая часовинка. Там находится иконостас, и еще книга, в которой можно оставить свое самое сокровенное желание. Металлическое кольцо на вершине Свечи Благодарения напоминает пламя, которое в ночное время распространяется на несколько километров. Свеча Благодарения – это памятник всем разрушенным памятникам нашей культуры. Он символизирует новое возрождение молдавской культуры. Это дань уважения всем людям, сохранившим культуру, язык и историю молдаван. Недаром это звучит в самом названии памятника. Очередной однодневный трип по Молдове подходит к храмологическому завершению. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте оставлять лайки и комментарии. И, как говорится, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!